Всем привет, Евген на проводе, я снова к вам вернулся с новым интересным выпуском, который вы знаете, что нужно посмотреть от начала до конца. Таким образом, во-первых, вы получите много интересной информации и, конечно, поддержите меня. Ну и само собой, не забывайте подписываться на мой канал, рекомендовать всем, кому только можно, делитесь ссылками к каналам моим. Я вам буду искренне благодарен, вы тем самым меня очень-очень поддержите. Ну и, конечно же, оставляйте лайки, сердечки в поду байки, это все одно и то же. Ну и в процессе комментируйте и помните, что один комментарий, не меньше семи слов, так хочет Ютуб. Ну а прямо сейчас врываемся в новости, погнали. Суд в Москве заочно арестовал Юлию Навальную по делу об участии в экстремистском сообществе. Навальная объявлена сейчас в розыск. Какой срок в итоге ей дадут, я не знаю, но, наверное, лет 15-20 где-то так. Также следствие попросило заочно арестовать ведущую Татьяну Лазареву по делу об оправдании терроризма. Ранее, как вы знаете, Лазареву объявляли уже в розыск и возбудили даже уголовное дело не одно за высказывание про удары украинских беспилотников по объектам России. Сейчас, в общем, попросили ее также заочно арестовать, ну и, конечно же, дать ей срок. Напомню, что сроки давали уже многим, у семьи Невзоровых уже даже все отобрали. Дмитрия Гордона посадили на 14 лет, ну и это только начало. Алена Водонаева прошлась по Александру Стоуну и Джигану. Это, конечно, уникальный тоже случай. Она решила защитить свою подружку Вику Боню, на которую они так коллективно наехали. И говорит так. Ну, тут без комментариев, потому что я же говорю, когда люди из одного болота все выплывают, чтобы что-то крякнуть, это очень интересно. А Дримборкс официально анонсировал Шрек 5, выйдет 1 июля 26-го года. Ну, то есть через годик. Так что все поклонники Шрека, всего год, осталось вам подождать, и любимый Шрек возвращается. Процесс вступления Грузии в Евросоюз приостановлен. Все из-за принятого закона об иноагентах. Также 30 миллионов евро, предназначенных на поддержку страны в сфере обороны, будут тоже заморожены. Как говорится, у всего есть своя цена. Прекрасному, одному из самых талантливых и гениальных актеров, по моему личному мнению, Тому Хэнксу исполнилось 68 лет. Кстати, он второй актер в истории, получивший два подряд Оскара за лучшую мужскую роль. Филадельфия и Форест Гамп. А еще страстный коллекционер печатных машинок и писатель недавно выпустил свой первый роман под названием «Создание еще одного крупного киношедевра». На вопрос о том, что посмотреть с Томом Хэнксом, можно ответить, конечно, очень долгая лекция, потому что огромное количество очень хороших фильмов. Поэтому просто вот вбиваете в Google Том Хэнкс фильмографии и начинаете смотреть, потому что один фильм лучше другого. Он действительно гениальный, талантливейший актер. Я ему желаю только крепкого здоровья и спасибо за все то, что он сделал. И пусть не останавливается, и дальше всех нас радует своим прекрасным творчеством. Согласны вы со мной или нет? Вика Цыганова вышла на связь с очередным признанием. Сказала, что у нее катастрофически маленькая пенсия, на которую вообще ничего не купишь. Говорит, что этой пенсии хватает ей внимания на один поход в парикмахерскую. И все, больше ничего. В общем, сетует Вика Цыганова, что ей сложно с такой пенсией. Цитирую. Сейчас уже никому не стыдно, что люди такую пенсию получают. Если Бастрыкин обращается в прокуратуру по 4 раза, то можно представить, насколько наше общество болезненно и как много здесь живет людей, которые, в общем-то, далеки от понятий совести и родины. В общем, 10 600 мне хватает, чтобы пойти в салон и покрасить волосы, закрасить свою седину, чтобы выйти на сцену в приличном виде. Вот так сказала Вика Цыганова. 10 600 только на покраску седины. А у вас какая пенсия? Бритни Спирс сделала очередное заявление. Значит, она сказала, что больше никаких любовных связей с мужчинами в ее жизни не будет. Я чертовски свободна. Никогда не буду ни с одним мужчиной. Всю оставшуюся жизнь я буду одна. А вот почему, собственно, Бритни больше не хочет подпускать к себе мужчин. Дело в том, что ее в очередной раз предал тот самый человек. Говорит, что парень-домработник с уголовным прошлым, с которым она рассталась не так давно, сотрудничал с папараццией. Недавно ее с избранником с этим преследовали папарацци, из-за чего у нее началась паника. Известно, как Бритни боится СМИ и как зарубежные таблоиды ее ненавидят. Она рассказала, что во время погони он вел себя странно, ехал на маленькой скорости, не обращая внимания на ее слезы. А потом вовсе опустил окно, когда один из фотографов стоял с той стороны, где сидела Бритни. И, в общем, она говорит, это просто предательство и издевательство надо мной. И мне в очередной раз просто жаль. Очень жаль Бритни, потому что вы посмотрите, что происходит. Все пытаются за счет ее как-то вот заработать бабла. Поиметь в прямом смысле слова, тут другого не подберешь. Вся семейка, все ее женики. Это ужасно. Мне, честно, очень жаль. Очень-очень. Некий депутат Госдумы Алексей Журавлев в срочном порядке призвал признать Аллу Пугачеву иноагентом и лишить ее всего имущества в России за дискредитацию. Ну, в общем, вы поняли. Как говорит депутат, она работает на западную пропаганду, поддерживает СССР и так далее. Ну, естественно. Напомню, что Алла Пугачева, кстати, все еще не иноагент. Хотя еще в самом начале полномасштабной войны она сама обратилась с требованием ее тоже признать иноагентом, так же, как ее мужа Максима Галкина. Потому что она полностью его поддерживает. На протяжении этих долгих лет, пока идет эта ужасная кровавая война, Алла Пугачева все еще поддерживает Украиту, выкладывает периодически посты. Ну, в общем, ну, и тем самым депутатам, конечно, скучно живется, поэтому они решили ее признать иноагентом. Не знаю. Пока этого не произошло, но я думаю, что рано или поздно это случится все-таки. Интересное исследование. Хочу вас спросить, работает у вас это так или нет? Значит, это исследование показало, что имбирь повышает сексуальные желания и возбуждения, как и у мужчин, так и у женщин, воздействуя на нейрохимические пути, связанные с возбуждением. Я не знаю, я не по имбирю, честно скажу. У меня это работает немножко по-другому. Если меня кто-то вот возбуждает, значит, мне не нужен ни имбирь, ничего. Вот и все. У меня математика проста. Я не знаю, как у вас там, какие продукты питания у вас влияют на все это дело. Напишите, пожалуйста, очень интересно. А Эмбер Хёрд оказывается еще тот стратег. Выяснилось, что до самого скандального, того самого, помните, судебного процесса с Джонни Деппом, она наняла частного известного детектива, чтобы он нашел других жертв насилия от рук Джонни Деппа. Она хотела найти себе сообщниц и выступить единым фронтом, но вот засада детектива не смог найти ничего. Мало того, он был ошеломлен объемом поддержки Джонни Деппа, об этом он написал в своей книге «Случайный помощник Джонни Деппом». Ничего не получилось. А вообще, конечно, очень жаль, что Эмбер Хёрд не могла просто успокоиться, как-то мирно все это обсудить, решить. А в итоге, ну что, и себе потрепала нервишки, и тем самым карьеру перечеркнула, и муженьку сделала нехорошо. Ну, муженька, я так понимаю, все нормально, а вот у нее не знаю насколько. Квартиру Дианы Гурцкой в центре Москвы обстрелял сосед. Известно, что огонь велся из пневматического оружия, и, как она говорит, что это уже не первый случай. Полицейские сразу приехали, понятное дело, изъяли оружие, они также выяснили, что сосед находился в неадекватном состоянии, и, в общем, ему все равно было, куда он там метит, поэтому квартира ее пострадала случайно. Ранен никто не был, но вообще таких новостей, конечно, я очень много в последнее время вижу. Там кинули, там еще что-то произошло, но вы поняли, с чем это связано. Это очень пугает. Вдруг неожиданно Анастасия Макеева выгнала из дома сына своего мужа-плиточника, домашнего питомца Романа Малькова. Ну и, как говорится, почувствую разницу. Ведь буквально еще недавно она рассказывала, с такой улыбочкой, ухмылочкой, что наш ребеночек повзрослел, пошел в свою свободную жизнь, он переехал, у нас теперь романтик начался. А потом вдруг попадает в интернет голосовое сообщение, аудиозапись, видимо, это он снимал, когда она на него орала матом. Я это не буду все ставить. И она его там посылала на три веселых буквы. Сказала, да ты вообще чмочник, ты домашнее растение, ты не мужик, тряпка, жижа. Собрал шмотки, пошел отсюда вон. Ну, в общем, примерно все так там и было, даже еще с применениями. Мата и так далее. Ну, в общем, Анастасия Макеева, а что случилось? Вы же так яростно отбивали сына от матери, от Светланы Мальковой. Вы так хотели, чтобы он с вами был, а теперь все, надоел, не нужен. Теперь он обузал, выбрасываете. Но в любом случае ему 19, это понятное дело. Мальчик, конечно, очень странный. То, что он нес в передачах, вы, я думаю, многие помните, это кошмар какой-то. Поэтому, в принципе, мне ни его не жаль, ни их, никого вообще. Вот они там все друг друга стоят. Говорят, что Андрей Губин вернется на сцену впервые за 19 лет. И все это произойдет в этом году, 23 августа. Андрей Губин будет в Сочи на фестивале «Новая волна», где, собственно, пройдет его творческий вечер. Он должен спеть один свой хит, остальные его песни исполнят Филипп Киркоров, Люся Чеботина, Пирожков, Лазарев и многие другие. Вести вечер будут Александр Рева, Александра Рябинок. Какие хиты там будут звучать, непонятно, но творческий вечер Андрея Купина в этом году на «Новой волне» случится. Помните, я как-то вам говорил, что Никита Калагривый рассказывал, что у них была там какая-то то ли интрижка, то ли роман, то ли просто интимные дела с Агатой Муценица. А сейчас он вдруг решил откреститься, говорить, что не было никакого романа. То есть ты на интервью об этом говоришь, теперь ты говоришь. Меня неправильно поняли. Я не знаю, что там случилось. То ли от нынешней жены получил, то ли от Агаты, то ли от всех сразу, что решил быстренько переобуться, откреститься. Но люди, конечно, странные. Вы знаете, я так скажу. Вот нужно жить по методичке Валерия Леонтьева в этом случае. Если вы не умеете красиво отбивать все вот эти вот мячики в интервью, да, провокационные, которые летят в вашу сторону, лучше просто вообще не идите, не играйте в эту игру и всё. Вот как Леонтьев. Он не даёт ни интервью, ни комментариев, ничего. Живёт в себе тихонечко, делает то, что ему нужно, живёт так, как хочет, и всё, и никто его не трогает. И даже Сергей Соседов его защищает. И на агенту Яну Троянову внесли в список теперь террористов и экстремистов. Дальше я не знаю, что будет пожизненно и заочно. Я напомню, что Яна Троянова осудила войну власти Кремля. Очень жёстко высказывается про президента России. И, конечно же, она сейчас всю свою жизнь положила на то, чтобы свергнуть его и как-то достучаться до людей, объяснить, что происходит. И говорит, что да, мне страшно, да, мне может угрожать опасность, но, тем не менее, на данный момент моя единственная цель – это открывать глаза всем россиянам на всё то, что происходит. Она всецело поддерживает Украину и активно, в общем, всё для этого делает. Ну а с другой стороны, на родине её активно, постоянно осуждают, штрафуют, какие-то новые звания, аресты и так далее. Мэр Нью-Йорка торжественно представил первый в истории официальный мусорный контейнер. Да, я подумал, что это какой-то стендап или что это. Такое разве может быть? Оказывается, теперь жители Нью-Йорка должны будут складывать мусор в эти контейнеры, а не кидать мусорные мешки на тротуары, как это делалось раньше. Нововведение – это попытка побороть огромное количество крыс, которых, вы знаете, очень много. Технология определённо нуждается в тестировании, доработках, ну, в общем, теперь будут мусорные баки. Вообще, на самом деле, как бы это странно ни звучало, нам бы тоже не помешало их побольше. Они у нас есть, но их нужно ещё больше. Вдруг неожиданно в Швейцарии будет проведён референдум против Евровидения. Напомню, если кто-то пропустил, в этом году на песенном конкурсе «Евровидение-2024» победил представитель Швейцарии на ЭМО. Много было вопросов, споров, но тем не менее, казалось бы, ну всё, Швейцария наконец-то победила. Давно этого не было, а теперь референдум. Федеральный демократический союз выступает категорически против финансирования Евровидения за счёт государственного бюджета. По мнению его представителей, проведение песенного конкурса опасно для страны и опасается сатанистских и оккультных выступлений. Их напугало выступление представительницы Ирландии. Тоже было очень ярко. И сейчас они будут делать референдум для того, чтобы откреститься от песенного конкурса Евровидения. Не хотят они, чтобы оно проходило в Швейцарии. Снежана Егорова. Когда-то в прошлом украинская телеведущая. Сейчас она активно очень делает различные заявления, которые постоянно, конечно же, не остаются без внимания многих. Как вы знаете, она всецело выступает против Украины, против власти Украины, поддерживает президента России и всё то, что происходит. Я не раз об этом говорила. Это уже давным-давно происходит. Вплоть до того, что даже со своей дочерью, Стасей Равинской, она тоже настолько испортила отношения. Их просто нет. Но я не думал, что дойдёт до такого, что родная дочь, её Стася, будет просить всех людей переходить на различные платформы. Инстаграма, Ютуба, в общем, откуда вещает её мама Снежана Егорова. И она призывает всех переходить, отправлять жалобы, чтобы её блокировали везде. Потому что она говорит, что моя мама чокнулась, сошла с ума, она ненормальная. Её нужно просто заблокировать, чтобы её никто не видел и не слышал. Никогда. Это просто даже сложно комментировать. Когда родная дочь и родная мать друг друга просто не желают ни видеть, ни слышать. И там не то чтобы непонимание. Вы помните, как недавно Снежана Егорова рассказывала про свою ту же дочь Стасю. Какая она у неё там. Не буду повторять все эти слова. Вот такая вот история. Снежана Егорова активно продвигает свою повестку, свои нарративы. А её дочь активно борется с ней и просит всех неравнодушных переходить на все страницы. Телеграм-каналы, откуда там вещает Снежана Егорова. И отправлять жалобы, 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 чтобы её постоянно блокировали. Сносили ей все возможные площадки для того, чтобы она не открывала свой рот. Но зато у меня есть слова для вас, мои дорогие. Вам я всегда хочу сказать, что вы у меня самые лучшие и самые прекрасные. Это искренне от души. Дякую каждому из вас. Я надеюсь, что вы не забыли поставить лайк, сердечко в подубайку. Это всё одно и то же. Поставили? Спасибо. Я надеюсь, что вы подписаны на мой канал. Если нет, подписывайтесь прямо сейчас. Ну и, конечно же, комментируйте. Чем больше комментариев, тем лучше. Каждый ваш комментарий, каждая ваша подписка, каждый ваш лайк, каждый ваш просмотр от начала до конца, ещё не пропуская рекламы. Это невероятная помощь и поддержка. И этим самым вы меня уже поддерживаете. Отдельно благодарна спонсорам этого канала за то, что вы есть. Вас немного, вас даже ещё стало меньше. Но не важно. Самое главное, знаете, вы есть, и это уже хорошо. Я искренне благодарен. У нас, кстати, пополнение. Вот я недавно увидел, что Ольга у нас присоединилась, оформила спонсорскую подписку. Я благодарен. Я не стал произносить фамилию по одной простой причине. Я не знаю, как правильно её произнести, чтобы не коверкать и не издеваться, как у меня это обычно происходит. Поэтому просто Ольга, я вам благодарен за то, что вы присоединились к нашему спонсорскому комьюнити. Я напоминаю, что любой желающий, имея возможность и желание поддержать меня, пожалуйста, оформляйте спонсорскую подписку, либо любым другим способом. Карта есть, PayPal есть. Я всем вам буду признателен. Лайк только, пожалуйста, поставьте. Ну а прямо сейчас продолжаем. Ой, вы только посмотрите, как отдыхает Орландо Блум и Катипери. Со своим прекрасным, замечательным ребёночком. Вот такая вот молодая, красивая семья отдыхает в Италии. Любят западные артисты отдыхать в Европе летом. Ну красивая молодая пара. Слушайте, выглядят шикарно. Ребёнок. Вот знаете, смотришь на них, и хочется вот просто скрестить пальцы и ничего не говорить. Пусть так и будет. Пусть ещё один ребёнок появится. Выглядят они, конечно, потрясающе. Я смотрю на Орландо Блум, форма у него супер. Катипери тоже просто как будто и не рожала. Хотя многие говорят, что она там на Аземпик тоже подсела. Ну неважно, подсела, не подсела. Самое главное, что у них гармония, любовь и счастье. Я им желаю, чтобы всё было прекрасно. И не только им. Я вам всем этого желаю. Всем-всем-всем. Джулия Фокс объявила себя лесбиянкой. Она, значит, прокомментировала видео про бороду наоборот. Говорит, что якобы её там все обвиняли в том, что она там была постоянно бородой для мужиков. Нет традиционной ориентации оказывается, что наоборот. Это они были бородой для неё. Потому что на самом деле она любит женщин. И мы за неё очень рады. Кевин Спейси получил первую кинонаграду после скандального обвинения во всех этих грехах ужасных и насилия. Он удостоился высоких оценок за лучшую игру в фильме «Контроль» на кинопремию «Folkstone Independent Film Awards». Эта картина стала для него одной из первых после того, как его отменили. Напомню, что суды и все эти длились не один год. Его тут же сразу быстренько удалили, слили в унитаз. Отменили. Он долгое время судился. Всё это ужасно для него и по здоровью, и по финансам. Но по итогу его не признали виновным. Вот и всё. Жизнь, конечно, они ему подиспортили. Нервишки помотали, и деньги, конечно, у него ушли на все эти долгие-долгие суды. Посмотрите на этих замечательных красоток. А вы подумаете, кто это? А это победительница, во-первых. И две финалистки конкурса «Красоты среди внимания виртуальных моделей». Да, это не настоящее. Их создал искусственный интеллект. И вы спросите, зачем? Я тоже не знаю. На этом конкурсе, оказывается, было полторы тысячи заявок. Выбор лучших из лучших занял почти месяц. Оценивали не только внешность, но и способность искусственного интеллекта обучаться. Ну и по итогу первое место отдали представительнице Марокко Кэнзи Лейли. За победу её создателям выплатят 13 тысяч долларов. У девушки почти 200 тысяч даже подписчиков не существующих. Она может разговаривать на семи языках и также общаться с поклонниками без остановки. Но напоминаю, все они не настоящие. Западные СМИ пишут, что Элтон Джон в магазине в Ницце сходил вот по-маленькому при всех в туалет в бутылку. Значит, он зашёл в обувной магазин вместе с сыновьями-телохранителями. Ему резко захотелось в туалет. Уборной поблизости не оказалось. Он просил бутылку у телохранителя. Ну и в общем, он справил нужду прямо туда. Дело в том, что он болеет, у него есть вот именно проблема, связанная с мочевым пузырём, и поэтому так произошло, и всё это преподносит так, мол, вот. Слушайте, но он тоже пожилой человек, как бы нужно это учитывать. Во-первых. Во-вторых, ну в бутылку же, правильно? Не на ковёр же в магазине, не на пол. Агент-директор IT-компании в Америке целый час простоял на трассе, в кокосовом бюстгальтере и гавайской юбке с плакатом «У меня лучшие работники». Почему он это сделал? Всё дело в том, что год назад он пообещал это сделать. Если работяги превыполнят план. Мотивация сработала. Они, видимо, так хотели, чтобы их босс постоял в таком виде, что они плюс 25% к продажам сделали. По итогу он своё слово тоже сдержал. Не знаете, как промотивировать своих работников? Вот вам лайфхак, пожалуйста. Фестиваль Atlas United 2024 в Киеве переносится на неделю. Новые даты с 19 по 21 июля. Всё это из-за того, что были массированные атаки, которые вот случились в понедельник. Вы всё знаете, что произошло. К сожалению, была атакована ни одна больница. Огромное количество людей и детей пострадало. Поэтому в связи с этими событиями Atlas United 2024 переносится на неделю. Гоген Солнцев уже не знает, чем привлечь внимание. Точнее, всё та же история на этот раз. Говорит, что его избил любовник его жены, которая дочь его предыдущей жены. Короче, там, чёрт знает что. Вот я смотрю на Гогена Солнцева и не понимаю, сколько он будет играться в это всё. Мне казалось, что, знаете, ну это ненадолго какой-то там момент, мгновение, да, скажем так. Но нет, видите, как Прохор Шляпин со своими бабушками веселится и тусит. Я, как агент Солнцев со всей своей вот этой тоже компанией продолжает заигрывать и играть непонятно во что. Вы знаете, мне это даже не смешно. Вот, может быть, я просто потерял чувство юмора, как говорится. Это тоже не для всех. Но это правда не смешно. Я бы даже сказал, очень жалко иногда с некоторой стороны, если посмотреть. Когда человек не понимает, уже не знает, что ещё делать. Он всё дальше, дальше и дальше. Но, судя по всему, раз он это делает, значит, кому-то это нужно. А если это кому-то нужно, нехай буду, нехай буду, а мы идём дальше. Алена Алена недавно тут давала концерт и сказала, что ни в коем случае она не будет петь песни на русском языке не здесь. Не даже находясь за границей, это такой, знаете, камень сейчас полетел в сторону Насти Каменских, Лободы. И всех остальных, кто это делает. Ну, в общем, вы поняли, тема языка, она будет вечная. Совсем скоро будет Венецианский кинофестиваль 81-го в этом году, а именно 28-го августа. И вот стало известно имя лауреата почётного Золотого Льва. Кандидатуру Сигурини Уивер выдвинул директор смотра Альберто Барбера. Она уже сделала по этому поводу официальное заявление, цитирую. Для меня большая честь получить Золотого Льва за достижение всей жизни от венецианской Бионелла. Получить эту награду – привилегия. Я разделяю её со всеми режиссёрами и с авторами, с которыми я работала на протяжении многих лет. С гордостью принимаю эту награду в честь всех, кто помог воплотить эти фильмы в жизнь. Вот и чудно. Мы тоже за неё очень рады. Ну и последняя новость из основных на сегодня посвящена Николасу Кейдж. Он недавно дал большое интервью, в котором рассказал про свою жизнь, карьеру и некоторые страхи. Во-первых, он считает, что к нему прилип образ неуверенных в себе глуповатых зануд. Режиссёры постоянно предлагают ему такие роли. Скоро, кстати, выходит фильм «Собиратель душ», где он сыграет серийного убийцу. Теперь он опасается, что ему станут предлагать роли маньяков. Но он не любит насилие. Говорит, я не хочу играть людей, которые причиняют физическую боль другим людям. Он воспринимает актёрскую игру с точки зрения музыки. Николас Кейдж ищет звуки, подходящие для его персонажей, и не боится копировать приёмы других актёров. Ему очень сложно принять искусственный интеллект технологии в кино. Например, он не хочет, чтобы кто-то воссоздал его на экране после смерти. Даже идея об изменении цвета глаз на экране приводит его в ужас. Его не интересуют фильмы в жанре научной фантастики с многомиллиардным бюджетом. Николас Кейдж не ходит в кино ради зрелища. Ему интересна психология обычных людей, поэтому он в последнее время очень тяготеет к независимому кино. А среди своих лучших работ выделяют совсем недавние фильмы «Свинью» 2021 года, «Герой наших снов» 2023 года. Николаса Кейджа, кстати, нет в соцсетях. Ему очень хотелось сохранить немного загадочности, стать человеком, о жизни которого малоизвестно. Он сам называет себя старомодным для нынешних времён. Золотой век Голливуда – та эпоха, с которой бы Кейдж хотел бы себя ассоциировать. Ему 60 лет, он воспитывает двухлетнюю дочь, поэтому не хочет подвергать себя излишнему физическому риску. Дочь, кстати, Кейдж назвал Оги по прозвищу своего отца, писателя Августа Копполы, брата Фрэнсиса Форда Копполы. Он настолько погружён в воспитание своей дочери, что даже хочет взять её с собой в Грецию на съёмке следующего фильма «Быть отцом. Это как дышать. Это жизнь. Это моё выживание». Его отец хотел, чтобы Кейдж стал писателем. Когда Николасу было чуть за 30, он задумывался о том, чтобы писать свои собственные сценарии и снимать по ним фильмы. Но сейчас это желание в нём атрофировалось. Но зато он не прочь попробовать себя на бродвейской сцене. Вот такой вот он загадочный Николас Кейдж, о котором мало что известно. Ну а прямо сейчас я жду ваших комментариев. Основные новости на сегодня всё. Вы не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, сердечку в подубайку, подписаться на мой канал. Ну а прямо сейчас я вам всем посылаю своё сердечко. Напоминаю, что я вам буду очень признателен за спонсорскую помощь. Пожалуйста, оформляйте спонсорскую подписку. PayPal, карты, всё есть. Я вам буду очень-очень благодарен. Но самое главное, подписывайтесь, смотрите выпуски от начала до конца. И рекомендуйте всем, кому только можно. Ну а прямо сейчас врываемся в рубрику «Добра». Погнали! Замечательная история про эту ворону, которая была спасена ещё совсем малышкой. Её забрал мужчина к себе на ферму. Там жили курицы. В общем, она среди этих куриц и людей жила. Настолько она привыкла к этим курицам. Она почувствовала себя, видимо, тоже в какой-то момент именно курочкой. Что теперь она кукарекает. Она реально кукарекает. В дикую природу она категорически отказалась отправляться. Потому что она так привязалась к людям, что ей так хорошо. Ну, в общем, ворона, которая осталась с людьми, обожает людей, обожает куриц. И умеет профессионально кукарекать. Вы только посмотрите, как эти красивые котики. Котики такие большие, котики. Борются с жарой. Да, сейчас жара невыносимая. В общем, люди подкинули им вот таких вот льдин, чтобы они немножечко охладились. Ну и вот, собственно, можете посмотреть, что из этого получилось. Помните, есть такое выражение «упасть на хвост». И каждый думал, ну что это значит? А вот, собственно, можете посмотреть на это видео. Здесь очень четко все продемонстрировано в прямом смысле слова, что такое «упасть на хвост». Вот так детеныш бобра присел на хвост маме, а мама, что называется, куда одеваться. Она его понесет в любом случае. Мужчина спас детеныша енота, который с последних сил держался на плаву. Ну, слава богу, что с ним все в порядке. Каким образом он оказался в озере, непонятно, неясно. Сейчас он проходит реабилитацию, а потом отправится в тикую природу. Мужчине респект и браво. Ну и напоследок вам еще немного милоты. Вы посмотрите на эту невероятную дружбу. Такой маленький, такой огромный. И такой маленький подчинил вот этого гордого, красивого жеребца. Друзья, вот такие вот друзья, понимаете? Смотришь все время на эти видео с животными и поражаешься, насколько же они великолепны. На этой прекрасной ноте я заканчиваю рубрику «Добра», но у нас будет еще поболтать, немного не расходить. Ой, сегодня что-то света все нет и нет. И вчера его что-то все нет и нет. Мне нравится, когда его включают там с 3 до 5 утра. Я хочу в этот момент задать вопрос, а кому вы его включаете в 3 часа ночи и в 5 выключаете? То есть очень интересно. Ну ладно, это все такое, знаете, риторика. Не нужно на это сильно акцентировать внимание. На улице жара по-прежнему. Эта неделя прям, я думаю, не только эта и следующая будет. Ух, прям, ух. Очень-очень жарко. Вчера я тоже понимал, что света еще не будет очень долго. Поэтому мне пришлось спускаться пешком, чтобы пойти в магазин, что-то купить, поесть. Купил, поесть. Вернулся, поднялся пешком с этим пакетом. Это еще то удовольствие, конечно. Но еще плюс не забывайте наши нововведения, о которых я уже рассказывал. Их до сих пор еще не фиг не отфиксировали. Потому что у нас свет сейчас стали отключать как-то не по графику, а там отключают лифты по своему какому-то графику. И получается у нас так, что когда есть свет, лифты не работают все равно. Это просто трэш какой-то. Но это все ерунда. Справимся и с этим. Ой, я, кстати, хотел у вас спросить совета. Мои дорогие. Я знаю, что вы точно знаете. У меня белые эти кеды. Белые летние такие, знаете, тряпичные. И вот я не знаю, как их так стирать, чтобы потом после того, как они высыхали, на них не было вот этих каких-то желтых потеков. Я уже замахался. Вот просто не знаю, что мне с этим делать. Посоветуйте, если у кого-то есть какой-то способ универсальный, классный, как вот помыть или постирать эти кеды, чтобы не было этих желтых крапелек, каких-нибудь полосок. Я вам буду очень-очень благодарен. Еще, значит, у нас в Украине есть такое, пока еще, по крайней мере, есть приложение, называется «Таблетки.юа». «Таблетки.юа» уже само название говорит о себе. Многие в Украине точно знают, что это. Это такое приложение, через которое ты можешь бронировать себе какие-то препараты в аптеке по всей Украине. То есть ты можешь, во-первых, ты видишь рядом все аптеки, где этот препарат находится и в какую он цену. И ты просто его бронируешь, потом приходишь, тебя 48 часов забираешь его. Очень удобно. Я его использую, поскольку у меня бывало такое, что мне нужно было там купить какой-то препарат, а его просто вот у меня вокруг куча аптек, потому что вы знаете, что у нас аптеки просто на каждом шагу. Их дофигища. И я вот захожу, смотрю, а рядом вообще нет ни в одной аптеке. Я удивился. Я посмотрел, что мне нужно ехать аж в другой район, чтобы там купить. И это приложение очень помогало. Потом, помню, не так давно произошла какая-то ситуация, что вроде как его хотят убрать, удалить. Я не знаю, кто это там решил, зачем, для чего. Оно очень хорошо работает. Суть не в этом. Я, значит, вот, чтобы вы понимали, как это все работает. Я недавно, получается, тоже, мне надо было кое-что купить. Я посмотрел, что там в одной аптеке, которая рядом со мной, цена самая лучшая. Естественно, я бронирую, прихожу, как раз света уже не было. Она говорит, вы знаете, у нас не приходят заявки, потому что связи нет. Это правда, да, действительно, связи нет, потому что когда свет отключает, и связи нет. Она говорит, ну вы можете его купить без вот этого своего заказа, можете так просто купить по полной цене. Но, как бы, я не знал, насколько разница обычно бывает, она разная бывает. Я, как бы, там предполагал, может, 10-20 гривен. И, в общем, чтобы вам было понятно, я заказал через это приложение 402 гривны, я должен был заплатить. Если без приложения, вот сразу сходу, 576. Как вам разница? Я не вру. Я понимаю, что это конкретно может быть на этот товар. Не на все товары такая разница, но в любом случае, во-первых, через это приложение очень хорошо видно, где этот товар есть, где его нет. И вы можете сразу сориентироваться по цене, где ближе всего к вам. То есть, этот препарат дешевле. Ну, то есть, вы чувствуете разницу 402 и 576. Конечно, я говорю, ну, как бы, вы уверены? Вы точно правильно посмотрели? Может, какая-то ошибка? Не может же быть такой разницы? Она говорит, может. Я говорю, о, как? Говорю, ну, давайте тогда я приду, когда у вас будет связь. Зачем же я буду переплачивать столько? Я что, ненормальнее, что ли? С учетом того, что с меня Apple недавно снял еще деньги, непонятно за что. Ну, короче, как-то так. Я как-то тоже в аптеке. У нас есть такая сеть Доброго дня. Очень-очень популярная. Их просто очень много. Вот так идешь по проспекту какого-нибудь. Они прям параллельно с двух сторон идут. Я как-то спросил у девушки, когда забирал. Я говорю, а что происходит? Чего вот эти таблетки ее хотят убрать? Она говорит, ну, вот, нам невыгодно, потому что вы приходите, покупаете товар по себестоимости. Аптека на этом ничего не зарабатывает. Я такой думаю, интересно, если аптека у вас ничего не зарабатывает, почему у вас сеть, как, не знаю, как грибы после дождя разрастается? Я, конечно, не буду сочувствовать и сопереживать. Мы с вами прекрасно понимаем, что аптеки очень хорошо, даже прибыльно, приносят хорошие деньги. Но я понимаю, что с точки зрения бизнеса им, конечно, хочется, чтобы я платил не 400, а 576. Но как бы я, как потребитель, не хочу переплачивать столько. Вот. Я думаю, что вы со мной согласитесь. Вот такая вот история произошла. Я немного удивился. Обычно, когда я просто забирал там, я никогда не вникал, да, вот в эту разницу. Но я еще раз говорю, это не обязательно, что такая разница будет конкретно на все товары. Нет, она может быть там 5-10% дешевле, 20, где-то 30. Это все индивидуально. Но вот в моем случае мне вот так вот. Ну, то есть она такая, так что вы будете сейчас брать или придете потом, когда связь появится? Я говорю, ну, как бы тут ответ логичный, понятно. Зачем? Зачем мне переплачивать, если аптека у меня здесь под носом? Ну, конечно, я приду, там, не знаю, через 5 часов или завтра. Мне не горит, заберу. Ну, я так и сделал. Вот так вот, ребята. Кстати, кто пользуется таблетками, я рассказывайте. Все, заканчиваю свою болтовню. Всех, у кого сегодня день рождения именины, от всей души, поздравляю с вашим прекрасным днем. Будьте счастливы, будьте здоровы, будьте любимы. И пусть у вас все будет хорошо, прекрасно, здорово и великолепно. Море, море положительных эмоций. Только хорошие события и новости. Рядом, чтобы были только прекрасные, достойные вас люди. Здоровья вам и всем вашим близким. И всем нам с вами мирного неба над головой. Берегите себя, остаемся людьми. До завтра. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok